Ты хочешь работать там или нет? А чё ты сейчас делаешь? Я-то неправильно понимаю, вы нас подсказываете в связи на территорию отдела полиции. Да, я же вам всё сказал уже. Ну, блин, да, прекраснее ведёт фиксацию. Снимайте отдел полиции. Ну, мы находимся, я понял, молодой человек. Ну, тут, короче, ну, блядь, уголка-то нахуй атакует. Вы не снимаетесь, отдел полиции. Так, осталось выжить и не вред, не вонять, а он поражил полицию. Внимайте сотрудника полиции, иначе здесь находятся, что шли поезды на задержанное. Здесь в задержанное 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 задержанное. Раз, как он говорит? Один, вон. Да, мы с вами с 2-й блоком. Присоет. Как, как, видно у меня? Подвозь, подвозь. Нет, забрать и в реаль. Дайте мне мой телефон, я защитник. Я вам рекомендую сейчас очень быстро расплачить промежутку, иначе сейчас пиздец будет, блядь, по всему делу. Но начальник еще 2 коммуника сдержал, блядь. Так, а вот за что там перевели? Два адвоката попытались ломиться, блядь. Начальник, блядь, вышел там, опять без драка нахуй было. Да, правильно, ёпт. У меня, кстати, в траты приходишь, значит, права качают, блядь. Я, естественно, тоже на стороне начальника. Уебало, я и правильно сделал, блядь. Чё, я говорю, блядь, пришли 2 адвокатов, голову ебут. Я их нахуй послал, блядь, но... Дорогика полиции. Моя фамилия Каличенко, Дорога Андреевич, поклонник полиции. Скажите, пожалуйста. Вы толще попытались прониздить и церковь за полицию. Я не цинитал, я не цинитал, я не цинитал. У нас тарега. Тебе, правда, все недорого? Да. Ты завтра хочешь работать там или нет? А чё? А чё ты сейчас делаешь-то? Что я делаю? Провокации затеваешь здесь? Я никаких провокаций. Провокации затеваешь? Каких провокаций? Со своим коллегами? Он чё, безбашенный? Я никаких провокаций не затевал. Мы статью на вас рисуем. Сейчас. А все такие затевания? Да, встанут. Ты понял? Туго соображаешь, плохо живется. Ты знаешь, что вчера происходило? Ты ж в этой компании. Причи плакат там этот, за какой-нибудь там, за Россию? Мир войны. Ваши плакатки? Нет. Вы только что стояли в отделу полиции данных плакатов. Нет, я только что приехал на машине со своим коллегами, чтобы поехали на футболе. Вы только что оказались сопротивления? Я никому не оказался сопротивлением. Я говорю, шел за вами по вашим указаниям полностью. Сопротивление никакого не оказалось. Так что со мной делать-то? Что со мной это за... Это из 19-го, это из 18-го, это из 19-го. Ну что? За то, что я вам не только что объяснил. Я ничего не делал. Зачем что-то так там, блядь? Ну, вроде планеты. Я думал, что нет, просто... Ох, Андрей Викторович, красавчик. Правильно, блядь. Вот тут чувствуется уже какую-то силу со стороны начальника. Прям, блядь, глаз радуется. Ну, марта 2022 года я приехал в 31-й отдел полиции МВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга совместно со своим коллегой Сергеем Подульским, адвокатом адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Мы прибыли в отдел для того, чтобы оказать помощь одной из административных задержанных. Мы позвонились в домофон. И после этого нам ответил оперативный дежурный, что начальник 31-го отдела полиции распорядился не пропускать посторонних лиц на территорию отдела. Это прекрасно все, да. Просто мы, защитники, мы должны допускаться с момента возбуждения дела. Какого? Чего? Какого? Об административном правонарушении или что там у вас? Мы ж не знаем. Да, да. Ну, так а почему пройти не можем? Режимный объект не пустим. Ну, понятно, что режимный объект, но адвокатов-то почему не пускаете? Решение руководства. Решение, а кого именно, можете сказать? Начальник 31-го отдела полиции Сокириченко. Мы решили обратиться в дежурную часть 31-го отдела полиции с заявлением о противоправных действиях сотрудников полиции, которые не допускают нас к административно задержанной. На что нам ответил дежурный то, что к нам сейчас выйдет сотрудник. Мы хотим заявление написать. Выпустили сюда с одной целью, а в другую. Но сейчас мы хотим, потому что сотрудники полиции проводят незаконные действия, мы хотим подать заявление в дежурную часть отдела полиции. В чем проблема? Сейчас ожидать к вам выйдет сотрудник полиции. Я слушаю вас. Здравствуйте, я предупреждаю, что мы проводим аудио и видео фиксацию через недопуск. Я вас предупреждаю, прекратите видеофиксацию, вы снимаете отдел полиции. Мы находимся на улице. Я понял вас, молодой человек. Вы снимаетесь в отдел полиции. Касалось, с улицы нельзя снимать отдел полиции? Вы снимаете сотрудника полиции. Здесь находятся административно задержанные. Здесь есть лица по задержанному подожрению. Пройдите в отдел полиции. Один вы. Вместо ответа я получил удар по кисти руки, в котором я находился телефон. Дальше он пытался выхватить мой телефон, выкручивал мне руки и стал застегивать на мне наручники. Когда я его спросил, что он делает, он сказал, что я задержан за нападение на сотрудника полиции. Дальше к нему на помощь подоспели другие сотрудники, которые появились из отдела. Они помогли ему застегнуть наручники, сделали это максимально непрофессионально. Руки у меня были очень сильно сдавлены, одна рука находилась сверху, другая снизу. Постоянно их приходилось подгибать, чтобы не причинять себе боль. Хотя больно было даже в тот момент, когда они их просто застегнули. У меня до сих пор даже следы остались здесь. Я просил сотрудников полиции ослабить наручники. Мне сначала не хотели, запрещали всем со мной общаться, но через какое-то время наручники ослабили. Сотрудники полиции оскорбляли меня всяческим образом, говорили, что я неправильно выбираю подзащитных, защищаю нацистов и сам являюсь пособником нацистов. Вся эта ситуация, честно сказать, меня шокировала. Я не думал, что такое может произойти. Адвоката заковали в наручники и бросили к административно задержанным за то, что он приехал выполнять свой адвокатский долг. И более того, угрожали ему возбуждением уголовного дела. От себя могу добавить только то, что я признателен всем коллегам, которые поддержали меня. И если все будут также оказывать мне поддержку на дальнейших стадиях нашей работы по этому делу, я думаю, что это поможет добиться справедливости в этой непростой ситуации. Я бы хотел, чтобы эта история стала публичной, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание. виновные лица понесли заслуженное наказание.